Эфир – это «Обыски детей в школах». Здравствуйте, друзья! Я очень надеюсь увидеть в качестве гостя, в качестве спикера, адвоката, юриста, правоведа, правозащитника Жаслана Амагомбетова. Сейчас мы его подождём. Пока Жаслан подсоединяется, расскажу вкратце, о чём был сигнал со стороны родителей. Это случилось, в частности, последний касался случая… Жаслан, я вас вижу. Так, сейчас… Так, Жаслан, подсоединяйтесь, пожалуйста. Представляет Ассоциацию «Общество по защите прав потребителей». И это напрямую касается нас, потому что нас сейчас называют потребителями, к сожалению. Такое несколько странное название, тем не менее. Так, Жаслан, пожалуйста, подсоединяйтесь. О чём речь? Мальчиков стали обыскивать в школе. Приехала представитель юридической полиции, это со слов детей. И вместе с Завучем шмонали, по-простому говоря, рюкзаки у детей. И обыскивали карманы. Ну, не так, что выворачивали, а ощупывали, есть ли там что внутри. Искали. Сначала сказали, что искали петарды, потом сказали, что, оказывается, искали бумбочки. Ой, бумбочки, извините. Электронные сигареты, которые сейчас так популярны среди школьников. Так, Жаслан, пожалуйста, подсоединяйтесь. Так, Жаслан, здесь? Добрый день, меня слышно? Да, Жаслан, вас прекрасно слышно. Я надеюсь, что вас и видно. Пожалуйста, напишите, видно ли и слышно Жаслана. И давайте уже начнём, Жаслан. Вы можете проконсультировать нас, как соус-родителей, вообще всех родителей, по поводу вот этих обысков. Насколько это правомерно, обыскивать школьные рюкзаки? И какие могут наступить последствия для родителей? Так, ну, смотрите, здесь, скорее всего, не обыск. Обыск, выемка – это у нас процессуальная процедура, которая относится к Уголовно-процессуальному кодексу. Как правило, есть такое понятие, как осмотр и досмотр. То есть, в данном случае, если это осуществляется досмотр вещей при школьнике, то есть это его портфель и так далее, то есть, согласно, если говорить, прямым нормам, которые существуют, досмотр осуществляется только уполномоченными лицами. Уполномоченные лица есть определённый список, то есть это могут быть на границе пограничники, правоохранительные органы в определённых административных правонарушениях и так далее. То есть, досмотр осуществлять преподаватель, директор, зауч, даже охранник не имеет права, потому что это процессуальная процедура. То есть, охранники, даже те, которые имеют, можно сказать, полномочий больше, чем сами преподаватели и так далее, даже они обязаны пригласить сотрудников полиции для составления протокола о досмотре, личном досмотре того или иного лица. То есть, поэтому, отвечая на этот вопрос, то есть, право на досмотр личных вещей человека, будь то он совершеннолетний или несовершеннолетний, неважно, не имеет права не иначе, как в строго установленном порядке. То есть, простым языком, их действия, если такое имело место быть, являются незаконными. Жаслан, уточнение, если завуч пригласила сотрудницу ювенальной полиции, то они уже имеют право досматривать портфели мальчиков? Для досмотра есть определенные условия. То есть, для того, чтобы досмотреть, как правило, согласно Кодексу об административных правонарушениях, досмотр осуществляется в отношении правонарушителя. То есть, конкретно правонарушителя. В отдельных случаях, когда есть, как сказать, достаточное основание полагать, что при том или ином лице имеет какие-то опасные вещества, и это необходимо сделать, допустим, да, то в этом случае тоже допускается с применением, там, в отдельных случаях, фото-видеофиксации. Но когда это касается еще и несовершеннолетнего, то здесь еще и есть законные представители, потому что недееспособные лица или же несовершеннолетние, то есть, какие-то процессуальные действия, в том числе и допросы, и так далее, осуществляются уже с участием официальных представителей, то есть, родителей. Поэтому здесь я слышал такой момент, когда родители сами разрешают, то есть, дают письменное разрешение в школе о том, что, да, для, там, отдельных моментов, там, я разрешаю просматривать, там, будем говорить, сумки моих детей, да, то в этом случае уже другой момент. То есть, они являются законными представителями этих детей. То есть, это другой момент. А как родители могут такое заполнить? То есть, это содержится в договоре со школой, либо это отдельное что-то? Это может быть, это может быть. У нас очень часто практикуется такое. Но обычно делается так. То есть, в школах, где действительно, допустим, есть необходимость проводить такие мероприятия, это мешает учебному процессу, то есть, представители, то есть, образование могут попросить родителей о том, чтобы написали письменный такой запрос. Но я не исключаю, что такие моменты могут зайти и в типовой договор. Как мы говорили ранее, что бывает в договорах, то есть, на образовательные услуги, вписывают отдельные подпункты, где родитель подписывается и соглашается. Как правило, родители могут не читать этот договор и согласиться с теми условиями, которые там будут описаны. То есть, поэтому есть, может быть, и такая ситуация. Жаслана, что бы Вы порекомендовали? То есть, родителям нужно оспаривать и не давать согласие на досмотр сумки и карманов, либо все-таки согласиться? Это все зависит от ситуации на самом деле, да? То есть, если, как бы, ситуация такая, что, ну, в действительности бывает, там, какой-то класс или там школа, есть опасность пронесения определенных запретных предметов, да? И это может повлиять на действия всех учеников, будь то это какие-то наркотики, будь то это какие-то сигареты или же оружие, да? То есть, такой момент. То есть, если такое возможно и не исключается ввиду каких-то серьезных, как сказать, детей, которые подвержены этому, бывают такие в классе, да? И тогда класс может сказать, что да, мы согласны, пусть лучше проверят 10 раз. В отдельных же случаях, когда, ну, как бы, предпосылок к этому нету, предпосылок нету, то, конечно, они могут с этим не соглашаться, вот. И, конечно, есть еще и другой момент, да? Мы же не знаем, что завтра могут их вдруг что-нибудь подбросить туда, и завтра будет... Всякое бывает, то есть, бывает такой родитель, который, ну, не нравится этой школе, ну, мало ли что, да? Какой-то конфликт внутренний. Ну, и мы не исключаем, что что-нибудь подбросят, потом будут лишние проблемы создавать. Конечно, здесь не будет считаться, как уголовное правонарушение в отношении родителей и так далее, но создать проблемы и выяснять вот эти обстоятельства уже придется в правоохранительных органах, да? Поэтому здесь, конечно, все идет. Мы сейчас, как юристы, правозащитники, всегда выгоним норму закона, а родители уже берут на себя согласие или не берут, это уже они сами решают. По поводу правовых последствий, если что-то обнаружат, то тут же подключаются уже ювенальные законы, то есть, какой-то штраф уже, какие-то риски по изъятию ребенка могут быть в будущем? Могут быть, могут быть, конечно, проблемы, то есть, есть определенный возраст, когда наступает и уголовная ответственность в отношении, там, допустим, да, детей, то есть, если вдруг найдут какие-то предметы. В отношении родителей, конечно, могут составить административный протокол, ненадлежащее воспитание, потому что это же не родитель дел, да, то есть, на него уголовной ответственности нет. Но могут быть, конечно, административные штрафы, ну, и не исключаем, что есть такое у нас в кодексе о браке и семье, да, это как невыполнение обязанностей родителей, а обязанность из родителей, это есть воспитание надлежащее, если такое будет установлено, это может быть у нас, понимаете, у нас закон, я сейчас за свою практику заметил, что однозначно говорить нельзя. Вроде бы написано прямо текстом, да, могут применять и таким образом, могут и применять другим образом, то есть, из крайности в крайности. Иногда человек реально нарушил какой-то закон, а ему там условку дадут или формально там уходит, а другой же, может быть, незначительный сделал, и там максималку ему дали, как говорится, ушел. Поэтому применение тех норм, которые имеют двоякий смысл, это вот, как я говорил в кодексе о браке и семье, есть такое понятие, как физическое и психическое насилие, то есть жестокое обращение с ребенком. А что понимается под жестоким обращением с ребенком? Четкого понимания нету, понимаете, и никто его не разъясняет. И получается, ремнем ударил жестокое обращение или нет? То есть, понимаете, если ты неугодный, там, не дай бог, тебя просто лишат родительских прав, скажут, было обращение жестокое? Да, было, все так. А в других случаях мы знаем, там могут забивать, и как вот был случай, конечно, может быть, это не в тему, но когда женщина 47 раз обращалась в правоохранительные органы, да, и там на 48 раз ее убили уже, да. То есть, это не говорит о том, что закон не работает, это говорит о том, что те лица, которые должны исполнять этот закон, не выполняют его надлежащим образом. Это, кстати, касательно вот этих вот поправок, которые сейчас пытаются вносить по поводу семейно-бытового насилия, да. То есть, у нас говорят, что надо такие поправки, такие поправки. Вопрос не в законах, а в их применении, понимаете. Может быть, где-то в дополнительном разъяснении. Вот и все. В этом вся проблема, на самом деле. Жаслан, вот если смоделировать ситуацию, звонят маме, говорят, у вашего сына нашли вейп. Как может, ну, любая мать захочет обезопасить своего ребенка, ну, и себя тоже. Что она должна сделать? Что-то написать, предъявить, опротестовать? Ну, смотрите, я еще раз говорю, что если они найдут вейп или еще что-то, да, в школе, ну, во-первых, это не будет являться доказательством. Потому что такие процессуальные действия, как я говорил выше, делают только уполномоченные лица. И любые действия, связанные с неуполнением этих обязательств, будем говорить, эти доказательства не будут считаться законными. Жаслан, ну, вот все-таки вот я не совсем уловила, если это делает полицейский, то есть в школу пришел полицейский и он присутствовал при обыске, при досмотре, тоже? Смотрите, опять же, полицейский, он первый момент, да, вот давайте просто смоделируем, как оно должно быть. То есть, допустим, есть какие-то подозрения, кто-то из учеников сказал, что у него есть там оружие, у него есть гайп, у него есть наркотики, так? То есть, сами преподаватели не имеют права этого делать, так или иначе. Да, они могут его задержать, вызвать полицию, но в этот же момент они обязаны оповестить законных представителей. И законные представители приезжают также в тот же момент, когда находятся сотрудники полиции, которые уже на основании вот этих предположений процедура процессуальная. И после этого, естественно, уже, когда законные издумают, тогда уже принимают те или иные процессуальные действия, то есть они не спортивного характера или уголовного характера, в зависимости от ситуации. То есть, получается, что если мне, как матери, сообщают, что вот такое произошло, это не нужно сразу паниковать, нужно указать школе на то, что они нарушили сами порядок. Да, то есть, вот эти процессуальные действия, когда они нарушают, здесь уже можно будет писать, естественно, в уполномоченные органы прокуратуры на предмет проведения законности действий, процессуальных действий со стороны, будем говорить, того же директора и так далее. То есть, это вообще, можно сказать, превышение должностных полномочий их. То есть, если директор является должностным лицом, то в должностные полномочия его обыск, досмотр, изъятие и так далее, выемка не входят в его обязанности. И поэтому это уже будет превышение должностных полномочий. Там уже процессуальные действия будут приниматься в отношении этих уже директоров, понимаете? Вот в чем. Но было сказано ученикам, что теперь такие досмотры, обыски будут регулярно проходить, каждую неделю. И поэтому мы и обеспокоились, как союз родителей, неужели такое возможно в стране, что узаконят вот такой досмотр, такой шмон среди несовершеннолетних школах. Понял? Я понял. Знаете, здесь я бы сказал, наверное, все-таки есть другие процедуры, которые у нас же любят вкладывать деньги в различные вот эти вот прохождения, там, видеокамеры, такие-то кнопки и так далее. Ну, тогда пусть и установят вот это оборудование, которое находится в аэропорту, на ЖД вокзалов, пусть они сумки через них проводят, они там просто сканируют. Если что-то обнаружили, тогда есть основания. Все, там, допустим, вызвали полицейских, сделали обыск, досмотр и так далее. То есть, понимаете, вот этот момент. То есть, могут согласия, то есть, если и сам ребенок, то есть, вы сказали, да, я тебе разрешаю и так далее, то есть, он может тогда согласия родителей при нем вскрыть, посмотреть. То есть, но обязательно согласия. То есть, сейчас закон защищает, семью защищает родителей от вот таких незаконных действий. Да, да. То есть, это, кстати, касается, знаете, это аналогичные ситуации, которые касаются не только школьных моментов, это касается даже тех же магазинов, которые люди проходят сумками и им говорят, будьте добры, мы сейчас хотим вашу сумку обыскать, да. Ни один охранник, даже имеющий рецензию, не имеет права копаться в чьей-либо сумке, он может только задержать, у него есть право задержать до вызова полиции. Полиция приезжает, приглашает двух понятых и начинает делать уже соответствующий там досмотр там личных вещей и все, что при нем находится, понимаете. Вот эта процедура даже в таких ситуациях есть. Я уже говорю про лицензируемые охранные организации, которые целенаправленно стоят для выявления вот этих вещей, да. А что говорить о каких-то школах или преподавателях, понимаете, об этом речь. И последний тогда у меня вопрос, что делать ребенку, если он в таком возрасте, когда он уже может адекватно реагировать, вот когда его досматривают, как ему себя вести? Во-первых, он может этого не давать. То есть физически его не могут заставлять, по идее, это делать. Это во-первых. Физически это уже, естественно, будет завтра действительно уже вплоть до уголовных сатей, да, при необходимости. Это первый момент. Второй момент. Ребенок имеет право производить фото-видеосъемку. Но я думаю, прежде чем производить фото-видеосъемку, это надо будет с родителями согласовывать, чтобы долго не объяснять. То есть он звонит, говорит, мам, у меня проблема в школе. Все, приезжай. То есть все. То есть родители выезжают, а он в этот момент уже производит фото-видеосъемку, все, что происходит. Забирать у него личный предмет, сотовый телефон и так далее, никто не имеет права в этот момент, понимаете. То есть потому что здесь, то есть это является правом производить фото-видеосъемку в местах оказания услуг, там, либо реализации товара. Ну, оказание услуг образовательных, на наш взгляд, в принципе, оно и входит в сферу том же защиты прав фото-видеосъемки. Производить фото-видеосъемку в школе можно. То есть проблем нет. И главное не нарушать 145-ю статью Гражданского кодекса. Это распространение, воспроизведение конкретных детей, лиц, которые там присутствуют, если он не при исполнении находится. Понимаете? То есть если кто-то уже в интернете выкладывает, ну, будьте добры, хотя бы замажьте лицо, чтобы не было биометрические данные опубликованы. Тогда проблем нет. Вот как бы вот этот момент, как бы, должны тоже знать. То есть ребенок может просто сказать, я не даю согласию. Не даю разрешения, может сумку взять, допустим, да, и сказать, вызывайте моих родителей, в присутствии родителей будем это делать. То есть и сам же звонит родителям, родители уже приезжают и там уже все осуществляют. А они должны в этот момент, по идее, вызвать полицию. Могут ли они его ощупать, карманы ощупать? Вообще любые действия. Ну, видите, есть еще такое понятие осмотр и досмотр. Досмотр это уже как говорится, залазить в карманы, это уже копаться где-то и так далее. Даже осмотр осуществляется уполномоченными лицами. То есть в конкретной ситуации, кто где находится, будь то граница, аэропорт, будь то там улица и подошли правоохранительные органы, когда человек совершил административное правонарушение. Осмотр, досмотр осуществляется только уполномоченными лицами. Даже осмотр осуществляется только согласие лица, которого осмотр. Понимаете? Вот, кстати, вот этот момент, смотрите, момент вот этого осмотра-досмотра нужно и отличать. При осмотре, то есть составление протокола не является обязательным, но по просьбе лица могут его сделать. А вот при досмотре протокол является обязательным. И досмотр от осмотра отличается то, что там внешне могут так посмотреть. Вот как было во время пьенвальских событий, то есть остановили машину, говорят, мой осмотр. То есть заглянули, посмотрели и так далее. Но как только он рукой полез в бардачок, это уже досмотр. То есть бах по рукам, говоришь, извини меня, двух понятых, основание досмотра и так далее. То есть протоколы и все такое. Понимаете? То есть разница между этими двумя вещами. То есть осмотр, это просто посмотреть внешне, а если ты прикасаешься к информатам, уже нельзя. Это уже начинаешь копаться и так далее, это уже начинается досмотр. Понимаете? В этом вся разница. И как еще раз мы подчеркиваем, только уполномоченными лицами. Хорошо. Но это будет здорово, если дети у нас будут такие осознанные в правовом поле и смогут применять. И, конечно же, мы за то, чтобы дети вели здоровый образ жизни, чтобы никто из них не пользовался вот этими жуткими вейпами и тому подобными веществами. За здоровый образ жизни, за здоровое поколение и за то, чтобы у нас и родители, и дети могли за себя постоять. И мы благодарны правозащитникам. Жаслан, спасибо вам большое, что вы так подробно все объясняете и вопросов больше нет. Анастасия, я бы все-таки подчеркнул один момент. Иногда родителям, иногда родители должны быть заинтересованы тоже. То есть, понимаете? Иногда родители должны быть заинтересованы в том, чтобы, может быть, в каких-то моментах школа и содействовали в том, чтобы являть. Потому что они могут действительно не видеть, чем занимается его ребенок. И не знать. И чем больше он, понимаете, чем больше он будет там распространять какие-то наркотики и так далее, чем родители раньше узнают, тем лучше. Иногда, поэтому здесь такой палка о двух концах. Иногда родителям стоит задуматься. Поэтому каждый, наша задача разъяснить, как с точки зрения закона, родители должны понимать, что они хотят. Хотят защитить ребенка, чтобы его не привлекли к административной ответственности, но при этом не осознавать, что ребенок завтра уйдет в очень тяжелые какие-то наркотики, преступления и так далее. Или же это предупредить заранее и так далее. Поэтому, как говорится, все должно зависеть от осознанности родителей при применении тех или иных процессуальных норм. Вот так. Да, надо взвешивать, конечно. Спросили, является ли инспектор комиссии по делам несовершеннолетних уполномоченным лицом. Является, да? Да, 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 да. Уполномоченными лицами они являются, потому что здесь конкретно те касаются. То есть присутствие их это уже все. Жаслан, давайте завершать. Спасибо вам еще раз. Все, тогда. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok